Итак, расскажу, как на второй день я себя чувствую после осознания, что мне нужна медикаментозная терапия, и после вчера, что произошло у психиатра, и после. Ну, в общем, утром я проснулась, и сразу же паника. И для меня это настолько вообще просто, я не могу отличить вообще ничего. Это очень есть как сложно и трудно, прям. Вот. В общем, паника в большом количестве, это основное. И что еще? Ну, не знаю, мне иногда даже сложно оценивать свои мысли, потому что у моего расстройства, оно типа не такое шизотипическое расстройство личности. Оно, это типа не шизофрения, но если запустить, не вылечить, то оно может перейти в шизофрения, а шизофрения это инвалидность. Вот. Меня не пугает это слово. И вот это вот шизотипическое расстройство личности, там типа фишка, что это чем это еще пока не шизофрения, по той причине, что еще не совсем бред это. Да. То есть, это как бы кажется, что это шизофрения, но это не шизофрения. И, в общем, еще, что... Ну, вот я записывала видео, и типа это... Как это происходит? Просто хочется молчать. Неожиданно. Смотреть куда-нибудь и... Молчать. Сложно концентрироваться. Ну, типа сейчас, что я делаю, это просто какой-то кошелар. Типа это заболевание начинается с детства, ну да, не с подросткового возраста, не у взрослого. И, в общем, оно начинается с детства, и оно срастается с личностью, то есть, поэтому мне и тяжело, потому что оно срослось с моей личностью. Хрен знает, что значит личность. Ну, в общем, страшно. Страшно, капец, капец. Просто вот я сейчас думаю, я вот это говорю, капец, я вот так сделала, все это приведет к чему-то ужасному. Потом у меня еще была какая-то мысль, что... Как это... Короче... А, я нашла клинику одно утром. Я хотела обратно найти, короче, психиатра и так далее, но случайно попала на клинику эстетической медицины, косметологии. Там все так красиво и так далее. Там у них классные сайты. Я такая, я туда хочу. И... Первое. Мне стало страшно, что если я пойду делать процедуры с собой, меня это изуродует. То есть, ко мне придет... Ну, мое лицо, типа, перекосит вообще все. Потому что я пойду к нему. Второе. Тест, который я сделаю... Там у них есть тесты генетические, там, для трихолога, потом по косметологии, потом на долголетие и так далее. И я просто очень жадная до того, как сильно я хочу жить. Вот. И я такая подумала, если я этот долголетие тест сделаю, то он меня убьет. И фиг знает. Мне кажется, это правда так. И, в общем, и далее возникает паника. Ну, типа, рассудительности и объективно оценивать мне саму себя об этом даже речи не стоит. То, что я сейчас пытаюсь, это очень тяжело для меня. Это капец, как тяжело, что после этого всегда начинаются слезы, потому что... И снова начинается паника. Это... В общем, вот. Второй день. Пойду. Я позавтракала, кстати. Я с... Ах... Да, и еще... У меня открыто окно, а я живу на высоком этаже, на 17 этаже. У меня открыто окно, и оно, короче, там, где ветра вот так вот соединяется. И оно маленькое. Типа, я живу... У меня здесь витражные окна, а вот это вот там вот такое вот. Оно маленькое. И когда дует ветер, иногда есть стыкается какой-то... Ну, в общем, противоположное ветра, потому что дом угловой. И получается окно здесь на углу. И когда с этой стороны ветер, и с этой... Удариваюсь. Даже можно слышно. Слышать. С этой стороны ветер, то окно просто... Звук такой, что оно сейчас вылетит. А случаи почти подобные были, когда я жила здесь с родителями. Вот. И вот это вот окно, оно... Мне кажется, я слышу, какой сильный звук оно издает. Вот. И из-за этого... Из-за этого типа... Я что-то испытываю внутри. Какое-то такое подавление. И из-за этого, мне кажется, тем самым я установила окно от того, чтобы оно не выпало. А с другой стороны... Я нанесла вред себе. И тогда, я вспоминаю, есть птичка. У меня Кеннера живет. Который мне помогает. Ну вот. Вот он Кеннер. Ну типа, он принимает... Он принимает боль. Сейчас, когда я это рассказывала, я подумала, я слишком откровенна. Меня это убьет. То же самое сейчас происходит. И оно просто вот так вот. Мне очень тяжело. Вот этого. Ну типа, капец, как сложно общаться. Потому что я не могу соответствовать тому, что просят меня людей. Я вообще не такая. Я не такая. Я не такая, как обычные люди. В плане... фактически. Вот. Вот сейчас, после этого, мне хочется дышать. Я чувствую, что мне не хватает воздуха. И это не то, что такая сильная паника. Но это такое уже физическое. То есть, паника это скорее эмоциональный страх, ментальный. А сейчас мне физически становится тяжело. Критика, но я не могу. Мне же не страшно вылить. Ну, короче. В общем, это просто капец какой-то. Так. Я поела. Я смешала цикорий и какао. Это вкусно оказывается. Что я делаю? Мне просто эта чаша поющая, она мне сделает массаж и лечит. Прикольно. А что если так сделать? Нет. У нас тут музыкальная группа. Кеннер, поднимай. Кеннер на подпевке, на распевке. А, сейчас короче. О, слушайте. Так. Это вообще дело серьезное. Удержать кашу. Кашу. Чашу. Просто излечиваю себе мозг. Ну, водить это уже просто мастер-класс. Я бы так не смогла. На голове водить. Вот так вот. Это вообще супер просто. Вот. А что за счет? А что за счет? А что за не звук? Где звук? Все. Получивство ушло. Вот это энергия. Всегда получалось. Все. Я что-то сделала такое с энергией. Что теперь у меня не получается. А где звук? Вау. Что я такое сделала? Всегда получалось. Что я сделала? У меня от этого начинается паника. У меня начинается паника то, что типа я все это признак того, что я болею шизофренией. В общем, вот такая вот у меня жизнь на второй день. Ну, как бы как. Это, наверное, проявилось. Типа я могу это, ну, как-то констатировать. Вот. что надо будет склеить два видео и загрузить. Ну, про то, что мне страшно. Я думаю, это понятное дело. Мне сейчас кажется, что, ну, это снова. Это просто меня убьют. Я сама себя убью. Миллиарды мыслей. А то, что чаша не работает теперь. Мне это чаша. Может она стесняется? Ты, наверное, стесняешься. Да, я, наверное, выключила видео, но зачем отработать. Пока. Жаль, ну, пока. Всем хорошего дня. И я надеюсь, что... Я увидела, что люди, вы пишите сообщения, оставляйте комментарии. Мне даже какой-то человек написал лично. Он написал лично в Телеграмме. И поблагодарил меня. Типа сказал спасибо, что ты про это рассказываешь. Вот. Ну, как-то так. Всё. Всех целую, обнимаю и не... Спасём Олесю. Спасём Олесю. Поддержим. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...